гласолалия и молитва на иных языках два препятствия получения дара святого духа мир вам друзья приветствую вас на блоге виктора бусло познания друзья хочу спросить вы катались на коньках помните эмоции адреналин скорости яркие впечатления сегодня не нужно ждать зимы так как многие развлекательные торговые центры оборудование катками что позволяет увлекательно провести время на льду в любую пору года вам не нужно дожидаться прихода зимы чтобы вдоволь накататься помните молитву на иных языках ободрение уверенность вера внутренняя сила утешение все то что приходит через молитву на языках или по-другому гласолалия и молитва друзья я вам убежденно говорил сейчас о катании на коньках скажу прямо я никогда не катался но много видел по телевизору даже был на ледовых катках видел какие эмоции получают те кто там катался но я ни разу не катался на коньках никогда не испытывал тех ощущений в отличие от тех кто был на катке я никогда не пойму их только издали могу представить друзья и я как честный человек не буду вас учить онлайн как кататься на них друзья гласолалия или говорение на иных языках молитва на иных языках никогда вам не сможет рассказать или научить или рассуждать тот кто этот дар не имеет если хотите получить этот дар во первых не слушайте тех кто гласолалии не имеет они разрушают вашу веру во вторых захотите и идите туда где есть люди кто имеет этот дар они вам все расскажут и покажут в этом видео мы поговорим о двух препятствиях получения дара святого духа гласолалии или молитвы говорения на иных языках во первых это разум во вторых это страх гласолалии говорение молитва на иных языках в этом видео мы исследуем тему гласолалия или молитва на иных языках уделяя особое внимание двум препятствиям получения дара Святого Духа. Ключевым моментом здесь является желание, как и во всех дарах служения. Если вы это хотите, получите это. Если нет, это не нужно. Следите за ободрением, уверенностью, верой, внутренней силой и утешением. Не забудьте подписаться на больше подобного контента. Ласалалия или молитва на иных языках в христианстве. Да, во всем мире идут споры о даре Духа Святого и иных языков. Но мы здесь собрались не спорить, а поговорить об этом даре, как его получить и какие основные препятствия в этом. Гласалалия или молитва на иных языках в христианстве – особенное проявление гласалалии, так называемое «говорение на языках», описанное в Новом Завете и снова получившее распространение в различных протестантских деноминациях с начала XX века. Сторонние сторонники гласалалии, как правило, учат, что говорение на иных языках является результатом крещения Святым Духом, пережитого ими однажды и позволяющего им в любой момент времени говорить на иных языках, как Дух дает провещевать. Согласно Библии, где содержится целый ряд текстов об этом, один из текстов книги «Деяния святых апостолов», Деяния 2 глава, 4 стих, об этом говорит Википедия. «И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Это книга «Деяния», 2 глава, стихи 3-4. Даже Википедия говорит, что мы учим, что говорение на иных языках является результатом крещения Святым Духом, пережитого нами однажды и позволяющего нам в любой момент времени говорить на иных языках, как Дух дает нам провещевать. И в этом Википедия права. Мы можем молиться на иных языках всегда, везде и в любое время, как только Дух Святой дал побуждение молиться. Как получить дар иных языков? Тут важно желание, как и во всех дарах служения. Если вы хотите, получите, если нет, то и не нужно. Насильно человек этот дар не получит. Нужно осознавать, что этот язык – это Дух Святой. Это не человек молится. Человек только произносит фразы, как и Духовая труба. Она не сама играет. Человек задает, какие звуки будут исходить из трубы. Если не хотите этот дар, то и не нужно. Мы знаем, есть много десятков, сотен, тысяч людей без этого дара. И они тоже будут спасены. Главное – вера в Иисуса Христа и быть Детем Божьим. Но что делать, чтобы получить дар иных языков? Во-первых, прийти к служителям, чтобы они помолились за вас с возложением рук. Откроем 2 Коринфянам 1 глава, стихи 3-4. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец Милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Это 2 Коринфянам 1 глава, стих 3-4. Стих 4. Мы проходим некоторые трудности, испытания, переживания в нашей жизни. Так, друзья? А когда проходим, то мы всегда можем поделиться тем, как мы прошли этот путь с Богом. Мы делимся не теорией, а практикой. Человек, который был освобожден от рака, который пережил эту болезнь, и человек, который только понаслышке слышал о ней, есть разница в них? Человек, который понаслышке знает о болезни рак, бездетности, боли развода, может понять того, кто сам это пережил. Если не может, поставьте лайк под этим видео. Сестры, братья, за гласолалией, даром иных языков, идите лично к тем, кто имеет этот дар. Идите не к теорикам, не к теоретикам, а к практикам. Молитесь вместе с ними и дома. Во-вторых, молитесь вместе с ними. Обязательно молитесь вместе с ними. Открывайте свои уста и проносите те звуки, которые произносятся. Не пытайтесь понять, что вы говорите, не получится. Теперь для этого нужен дар истолкования. Ваш разум может быть препятствием для этого дара. В-третьих, молитесь дома сами. Когда вам приходит желание молиться, всегда открывайте свои уста и говорите те звуки, которые выходят. Друзья, с трубы тоже выходят непонятные звуки, ноты. Только если слушать все вместе, можно услышать мелодию. Когда вам приходит сильное желание за что-то или кого-то молиться, молитесь умом. Обязательно перечислите, проговорите, за что и кого именно вы молитесь. А если просто молиться, молитесь Духом. Молитва на иных языках – это когда ваш Дух хочет общаться с Богом Отцом, что на небе. Отдайте это Духу Святому, Он лучше знает наши потребности. Это дар. Чем больше будем молиться, тем больше будет становиться для нас естественным. Он может в течение жизни меняться. Не бойтесь, все хорошо. Препятствия для принятия дара. Во-первых, разум. Во-вторых, страх. Разум может стать препятствием для получения дара иных языков. Наш разум говорит нам, если не понимаю, значит не буду делать. Помните послание к Римлянам, 8 глава, стих 29-й. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Это послание к Римлянам, 8 глава, 27-28 стих. Нам нужно понять, принять, что это не мы молимся, а Дух Святой, который теперь в нас. Этому нужно научиться. И это обязательное условие. Почему? Все дары в церкви, дары служения, это не человек делает, а это Дух Святой через человека. Нам нужно привыкать к новой жизни во Христе, что теперь через нас действует, служит Дух Святой. Все, что мы не делаем, служим, это все делается Духом Святым. Откроем Евангелие от Матфея, 12 главу, стих 28. «Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигла до вас Царствие Божие». Это Евангелие от Матфея, 12 глава, 28 стих. Здесь Господь говорит, что Он Духом Божьим изгонял бесов. Сейчас Церковь Его продолжает Его служение. И все, что происходит в Церкви, это все Духом Божьим. С этим пора и нужно свыкнуться. И это наша новая жизнь в Господе. Не бояться. Теперь все, что происходит, молитва на языках, дары в Церкви, это все Духом Святым. И все нам содействует ко благу. Даже если мы не понимаем разумом, но это написано в Слове Божьем, нужно просто принять. Личная молитва на иных языках. За молитву на иных языках я буду заканчивать. Это личная молитва дома. Это когда мы не знаем, за что молиться, а внутри есть желание. То это наш Дух хочет говорить с нашим Отцом Небесным. Не будем препятствовать Ему в этом. Теперь поговорим о молитве, ведомой Духом Святым. Но это в следующем видео. Как бы там ни было, сегодня мы путешествовали во времени, смотрели, что говорит апостол Павел. Библия о голосолалии, молитве. А и именно о молитве и говорении на иных языках. Какие препятствия могут быть. А вообще это одно из многих видео о личной ходатайственной молитве Богу. А следующее видео будет о молитве Иисуса Христа, как пример для нас. Более того, мы еще много будем говорить на темы молитвы, освобождения, духовного мира, Бога Иисуса Христа, Духа Святого. Подписывайтесь. Будем вместе путешествовать по страницам Слова Божьего в современном мире. А сегодня я заканчиваю. Когда вы ставите лайк, мне нравится, или делитесь рассказать друзьям. В результате вы помогаете служению спасению и распространению Божьего Слова. Между прочим, если вам понравилась запись, или вы получили слово откровения Духа Святого, конечно, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.